Добрый день, начало 12-го на часах. Сегодня среда, 18 июля, и по традиции в этот день у нас выходит программа под названием «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Ведут передачу сегодня Олег Прохоренко и Владимир Сметанин. Добрый день, здравствуйте. Назвали мы нашу тему «Когда вагончик тронется? Дефицит железнодорожных вагонов для бизнеса? Как и когда проблема будет решена? Может ли она вообще быть решена в ближайшей перспективе?» Хотя мы прекрасно понимаем, что проблема существует уже не один год. Да, и мы пригласили поговорить на эту тему Николая Михайловича Липатникова, президента Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день, Николай Михайлович. Добрый день, здравствуйте. Ольгу Николаевну Любимову, директора Азиатско-Тихоокеанской экспедиторской компании. Здравствуйте. И Александру Савельевну Чернигину, юрис-консульта компании «Арсенал». Компания занимается оптовой торговлей, экспедицией как раз продуктов деревообработки. Здравствуйте. Добрый день. Ну а компания «АТЭК», раз уж Ольгу Николаевну представили, тоже нужно пояснить, чем занимается. Компания «Грузоперевозки» с железнодорожным транспортом. В общем, такой у нас экспертный совет сегодня, экспертный состав. Ну и надо напомнить, что прямо сейчас вы можете нас, естественно, в прямом эфире слышать. Кроме того, есть трансляция аудио на сайте эхокирова.ру. Ближе к вечеру эта программа появится в записи на сайте нашем. Ну и, кроме того, расширенная версия выходит в газете «Бизнес-новости». Да. Потому что это разворот новинок. Ну, расширенная, но войдет туда не все, только самое интересное. Самое интересное. А интересного, я думаю, что будет немало. Наверное, нужно начать с истории вопроса. Мы изучили подробно, конечно. Да. Немножко просто познакомим радиослушателей, потому что участники эфира знают от непонаслышки. И на своем опыте вообще стартовала госпрограмма реформирования железнодорожного хозяйства, которая как раз на сегодняшний день и дала повод отчасти для коллапса, для программы, для сегодняшней. Стартовала в октябре 2003 года, когда Министерство путей и сообщений отдало 95% активов ОАО РЖД. И предполагалось, что с 2010 года грузовые и пассажирские перевозки будут разделены. А большая часть этих рынков должна достаться частным игрокам. Государство же, видим естественные монополии ОАО РЖД, оставляет за собой лишь железнодорожные пути, сопутствующие инфраструктуру и тягу. Отчасти это было сделано, и на рынок действительно пришли экспедиторские компании, компании, обладающие парком, приобретшие парк вагонов, и которые занимаются исключительно логистикой по путям, используя локомотивы РЖД. Вагонов, как вчера рассказал мне Юрий Геннадьевич Исупов, старший вице-президент торгово-промышленной палаты, было даже больше, чем во времена Советского Союза. Но эта неразвитость инфраструктуры транспортной как раз породила и отсутствие координации. Породила такой коллапс, когда вагонов много, а их диспетчеризацией заниматься некому. В результате вагоны простаивают в тупиках, где-то их густо, где-то пусто. По осенью прошлого года вообще возникла ситуация, когда забил тревогу губернатор Санкт-Петербурга о том, что может рухнуть рынок зерна именно в силу того, что нет достаточного количества вагонов для его поставки, либо цены такие, что грузоотправители, компании, которые играют на зерновом рынке, им просто невыгодно ни на экспорт поставлять, ни переработчикам по железной дороге. Так как автотранспорт все-таки у нас пока не настолько развит, и страна настолько обширная, большая, что замену, альтернативу железнодорожным перевозкам, особенно с такими грузами, с большими объемами найти сложно. Но вот это если кратко, я думаю, что мы еще будем возвращаться к этой предыстории в ходе программы. Сейчас просто начать хотелось бы с того, немножко познакомить с гостями, чем они занимаются, и каким образом они взаимодействуют с железной дорогой. Давайте начнем тогда с Александра Савельевны, компании «Арсенал», напомню. Да, Александр Савельевна, расскажите, да. Основным видом деятельности нашего общества, как уже говорилось, является оптовая продажа лесопродукции. Поэтому у общества заключены договоры с многими фанерными комбинатами и целлюлозно-вумажными комбинатами, которые расположены территориально, вообще-то, далеко от города Кирова. Давайте представим географию. Мы в основном работаем в Мариэл, в Татарстане, Башкирии, Республике Коми, Нижегородской области. То есть в основном при Лужске по федеральному округу? Да, да, да. Так как расстояния не маленькие, возить автомобильным транспортом получается очень невыгодно. Почему? Потому что, во-первых, в автомобиль с прицепом входит намного меньше лесопродукции, чем железнодорожный вагон. И поэтому нужно намного больше автомобильного транспорта, нежели вагонов, что становится очень затратным для перевозки. Поэтому, а так как наш объем реализации составляет около 150 тысяч кубометров в год, это, сами понимаете, какое количество автотранспорта нужно задействовать. И я думаю, что навряд ли город Киров сможет нас обеспечить этим количеством. Поэтому мы, получается, полностью зависим от железнодорожного транспорта. Как давно вообще вы на рынке? Мы, наше общество на рынке, вообще-то, как бы по официальным данным, мы работаем с 2013 года. Но я в лесной промышленности работаю уже с 1996 года, поэтому я встречалась с этими проблемами уже неоднократно. Географию поставок упомянули. 150 тысяч кубометров в год вы сказали. А в денежном выражении обороты вашей компании можно поделиться этой цифрой? Лучше не надо. Ну, серьезная цифра. Серьезная. Серьезная цифра. И на протяжении этого времени сотрудничество, вы сталкивались с проблемами, когда вам не хватает действительно железнодорожных вагонов? Это постоянно не хватает. Постоянно. Постоянно не хватает. Сколько бы вы могли отгружать, если бы ваш запрос? Ну, в принципе, мы отгружаем вот этот объем, который я сказала, но мы его отгружаем постоянно, не своевременно. Это связано с чем? В принципе, существует несколько проблем. С тех пор, как вот уже сказали о начале реформы в ОРЖД, в результате ОРЖД стало только перевозчиком груза. То есть оно не имеет собственного подвижного состава, а весь подвижной состав грузовой, имеется в виду, отдан операторским компаниям, который тоже заключает договоры с грузоотправителями на предоставление услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава. А железная дорога после того, как мы загрузим вагоны операторских компаний, просто осуществляет перевозку по своим железнодорожным путям. В связи с тем, что стоимость железнодорожных перевозок резко возросла и постоянно растет, так как операторские компании очень часто повышают стоимость своих услуг. А чем это обосновывается? Они не обосновывают это ничем абсолютно. Они просто-напросто предупреждают, что с того... С сегодняшнего дня, с завтрашнего дня так будет. Нет, у нас есть срок, допустим, за 15 дней они уведомляют нас о повышении ставок, и все, и больше никаких обоснований. А ведь здесь нет монопольного рынка, этих операторов достаточно много. Сказалось бы, конкуренция. Да, казалось бы, должна быть конкуренция, для этого создавался свободный рынок. Я хотела вам об этом сказать позже, но хорошо, мы сейчас к этому вопросу обратимся. Операторские компании при заключении договоров на оказание услуг не берут на себя обязательства по обязательному предоставлению подвижного состава согласно заявке грузоотправителя. Что это значит? Что это? Они оказывают услуги на основании заявки, которую подает грузоотправитель, в которой указывает, куда он должен везти груз, наименование груза, и станцию назначения, и график поставок. Если в соответствии с уставом железнодорожного транспорта перевозки должны осуществляться на основании заявки с указанием точных дат, согласовываясь с перевозчиком, то операторские компании не указывают заявки, а заставляют всех грузоотправителей указывать дат. Плавающие сроки? Просто период, месяц, в таком-то месяце столько-то вагонов на такую-то станцию с таким-то объемом. Это вас не устраивает? Это очень нас не устраивает, потому что перевозчик подает нам вагоны на основании заявки. Когда согласуется с оператором заявка, мы на основании этой заявки делаем заявку по датам и согласовываем ее с перевозчиком. Получается так, что оператор не принимает во внимание те заявки, которые утверждены ОРЖД. И получается, что он посылает вагоны, когда ему захочется, когда они у него есть, а не тогда, когда у нас согласована заявка с ОРЖД. И вот этот перекос приводит к очень большим экономическим проблемам. Кто страдает от этого? Отправители, конечно же, и грузополучатели. Почему? Потому что, во-первых, норму времени под погрузку вагона операторы устанавливают очень маленькую, 48 часов. Если же прислали сразу очень много вагонов, несколько операторских компаний, то фронт погрузки у грузоотправителя может оказаться занятым. И те вагоны, которые операторская компания послала, поставить уже некуда. И фронт погрузки, это фронт погрузки грузополучателя, это подъездной путь, которым распоряжается грузоотправитель. То есть пришло 10 вагонов, грубо говоря, другой оператор поставил еще там пару вагонов, а их ставить уже некуда. Да, и они остаются на путях общего пользования железной дороги, ждут, когда освободится этот фронт погрузки. А за это дополнительная оплата идет? Нет, за это идут большие штрафные санкции, вернее, за пользование путем, да, извините, да, платим мы за пользование путем общего пользования, а также еще мы оплачиваем штрафы операторским компаниям за то, что мы не соблюдаем срок погрузки вагонов. Что, конечно же, опять же, ложится на увеличение стоимости перевозок. А проблема в чем еще существует? К сожалению, все наши покупатели в последнее время заключают договоры с ценой лесопродукции, в состав которой входит не только стоимость непосредственной лесопродукции, но еще и стоимость перевозки этой лесопродукции. И поэтому, чем больше мы тратим денег на оплату перевозки, то тем меньше становится цена непосредственно самой лесопродукции. И получается, что мы у поставщиков своих должны покупать эту лесопродукцию по более низким ценам. Это тоже наших лесозаготовителей особо не устраивает, потому что им ведь тоже нужно покрывать все эти затраты, которые они потратили при заготовке лесопродукции. И поэтому грузопродукциям иногда теряют своих поставщиков. Они уходят... Ищут другие, более выгодные предложения. Да, уходят, ищут другие предложения. Поэтому вот эта проблема очень существенна. Я прошу прощения, у нас подошло время небольшой поозы. Я напоминаю, что это программа «Разворот на бизнес», дефицит железнодорожных вагонов для бизнеса. Когда вагончик тронется, мы сегодня говорим на эту тему, полминуты буквально и продолжим. Добрый день. Мы продолжаем программу, посвященную нехватке, дефициту вагонов для грузоотправителей города Кирова, Кировской области. И у нас в гостях, напомню, Николай Липатников, президент Азиатской торгово-промышленной палаты, Александр Савельев, Чернигин, юрисконсульт компании «Арсенал» и Ольга Любимова, директор Азиатской тихоокеанской экспедиторской компании. Вы только что услышали как раз ситуацию по компании «Арсенал». Да, ситуация, с которой сталкиваются грузоотправители лесопродукции. Немножко еще об этом позже поговорим. Сейчас хотелось бы узнать, какова ситуация в целом по другим видам грузов и как выстраиваются отношения с РЖД. Ольга Николаевна, свое видение о ситуации. Можете изложить? У нас также лесные грузы. То есть вы оператор все-таки? Или вы тоже? Нет, мы не оператор, мы как раз перевозчики. Перевозчики. Грузоотправители, вернее сказать. Наверное, по следам осеннего этого собрания, хотелось бы вернуться к нему, после этого собрания с сотрудниками и с представителями РЖД было еще много собраний уже представителей РЖД и грузоотправителей. Это в Кире или в Москве? Это было в Кировской области. Здесь у нас. То, что проходило на базе торговой промышленной палаты. Да, 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 да. Очень много было собраний. Грузоотправители высказывали свои мнения, свои требования. Но, честно говоря, на сегодняшний день не услышано. Вот, что бы я хотела сказать в общем. Вот сегодня руководство крупных монопольных организаций, в том числе и РЖД, они, в принципе, многие, наверное, все испытывают сегодня кризис, да, кризис экономики предприятия. Вот, и они почему-то на сегодняшний день видят, значит, выход из этой экономической ситуации. Они видят непосредственно в повышении тарифов, увеличении штрафных санкций, в сокращении своего персонала, урезании выплат своим сотрудникам. Не видят они абсолютно выход из экономического кризиса, например. Не ищут, не ищут. Не говорите, что дополняют. Да, они не видят экономического эффекта в развитии технологий, в модернизации, в пересмотрении устаревших технических документаций по погрузке, по грузообороту. Какой сегодня эффект от их непосредственно реформ мы сегодня видим? И четко могу сказать, что человеческий фактор. И человеческий фактор не относится к какому-то определенному сотруднику, да, как вот мы на собраниях там пытались выяснить. Нет, он общий человеческий фактор. Мы, отчетливо, видим по персоналу на местах. Он абсолютно не клиентоориентирован. Не замотивирован, наверное, если вы говорите о низких зарплатах. Нет, здесь уже не мотивация. Здесь уже страх потери работы, страх попасть под сокращение, страх лишиться премии. Сотрудник, принимая вагоны, прямым текстом говорит о том, что я не возьму на себя ответственность. Они боятся взять на себя ответственность. Ответственность за что, поясните? По оформлению каких-то там документов. Значит, ну, если вот более копнуть, да, например, мы оформляем отгрузочные документы. Нам сегодня грузоотправителям не прощается даже опечатка в слове. До смешного доходит. А чем это чревато? В том-то и дело, что ни угроза движения безопасности поезда не опасна, ни какие-то экономические показатели не изменятся в компании, ни какие-то статистические данные не приведет это к ошибке. В то время нам не прощают эту ошибку, начинают мотать грузоотправителя, бегом меняйте вагоны. В это время простают. И одновременно сотрудники ООО РЖД допускают сами до такой степени грубейшие ошибки в своей системе, которые несут реальную, огромнейшую угрозу безопасности движения поезда. Почему так происходит? Почему-то сегодня все свои ошибки перевозчик главный он списывает именно на грузоотправителя. Если операторы сегодня сняли с себя ответственность, потому что они понимают, что бесполезно бороться с РЖД, соответственно, остается у нас один грузоотправитель. Персонал на месте, он не хочет, не может и не желает попытаться даже доказать свою правоту. Понимаете? То есть ошибка в слове, ошибка в букве, в цифре. То есть для них это важно, потому что приедет ревизор, он поднимет эти документы, и у него есть основания наказать этого сотрудника и лишить его премии. Понимаете? Ольга Николаевна упомянула о кризисе и кризисе в том числе в железнодорожной сфере, в сфере грузоперевозок по железной дороге. Тем не менее, недели две, наверное, еще не прошло встреча Николая Михайловича Липатникова с заместителем начальника Горьковской железной дороги по Кировскому территориальному управлению Сергеем Шагаловым, где звучало о том, что увеличение происходит, наоборот, перевозок по железной дороге торфа на 70,9% к прошлому году, метизов на 50%, лесопродукции на 14%, то есть есть рост перевозок. В чем тогда проблема и в чем кризис? Николай Михайлович? Если вопрос ко мне, то успехи, конечно, железнодорожников нас радует, хотя вот Александра Савельевна... Это они говорят об своих успехах. Да, да, в своей записке верно сказала, что это данные такие, связанные с погодой. Скажем, в прошлом году погода и заезды в лес были очень сложные в этом году, более благоприятные. Конечно, эта ситуация, она не радует нас в целом. Цифры, статистика, да, она несколько лучше. Вопрос гораздо сложнее. Вот вы начали в своем разговоре вначале, даже чуть ли не противопоставлять, значит, Ольга Николаевна, Александр Савельев сказал, автомобильный транспорт, вот ее не хватает, это проблемы. Нельзя и не нужно сравнивать в качестве альтернативных, так сказать, таких компаний, это же рост автомобильный транспорт, транспорт, это дополняющее. Вы знаете, вторая промышленная революция в мире началась со строительства железных дорог. Мы должны понимать, это разрешение многих проблем транспортных, конечно, прежде всего, но мы понимаем прекрасно, можно говорить о лесе, можно говорить о продуктах питания, промышленной продукции, если продукция произведена здесь, в другой стране, в других территориях нашей России, но она не реализована, все теряется. Мы говорим, сейчас вот Ольга Николаевна сказала, и Александра Савельевна, дают срок в течение месяца, но контракты-то подписываются с обязательством не в течение месяца, а конкретные даты. Я вот только недавно говорил с китайскими товарищами, слушайте, удивительно, но нет так вот, этой темы нет. Если нужно поставить два вагона в такой-то срок, два вагона ставятся на площадку отгрузки в такой-то срок, нам надо идти к этому, нам надо идти к этому, ни в коем случае нельзя. Автомобильный транспорт – дополнение, и здесь конкуренция очевидная, железнодорожный транспорт автомобильный, но учитывая, что состояние автомобильных дорог у нас отнюдь не лучшая страна, великая в этом плане, точно великая большая страна. И далеко не везде, нет, нельзя этого делать, нельзя, это уже искусственно, так сказать, формат конкуренции. Поэтому то, что я сегодня делал, всегда была встреча, да, мы переговорили, диалог должен быть системный. Вопросы, которые сегодня накапливаются, накопились много у всех грузоправителей, без всяких сомнений, надо системно обсуждать, и не только на уровне руководителя по старому, назовем, Кировское отделение горкорской железной дороги. Он сейчас в статусе заместителя руководителя горкорской железной дороги. Вот вы себя обсуждаем, и вот после наших дискуссий, сегодняшней встречи, мы, вероятно, вернемся к тому, с чего начали в 2011 году. Ну, я не говорю, что мы на президента России выйдем, я сегодня не доверен лицом президента России, мне это сложнее сделать, но мы сделаем, по крайней мере, Госдума, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту, Ефимов Виталий Борисович, он же возглавляет свой с транспортник в России, комитет Российской палаты, я с ним лично знаком, в ту кампанию, он очень много нам помогал, непосредственно участие, вот, несколько лет назад. Снова будем. Николай Николаевич, это означает, что ситуация в Кировской области не уникальна, она характерна для любых регионов России. Я сейчас приведу пример Санкт-Петербурга. Я приведу пример нашего губернатора. Когда мы обсуждали в 2017 году, где-то в конце, состояние по лесу, кстати, по лесу, Игорь Владимирович тоже сам вышел на Белозерова со своим прочтением. Некоторые подвижки были. Сегодня составили... Белозеров, это руководитель Горьковской железной? Нет, нет, это руководитель РЖД. РЖД, не простите. Значит, и вот на несколько, на 11% там увеличились по федеральной грузовой компании. Конечно, мечта всех грузоправителей вернуться назад, но это уже невозможно. Федеральная грузовая компания. Когда я докладывал на встрече с Путиным, вы знаете, мы об этом говорили еще в 2011 году, это было для Путина открытие, понимаете? Он сознался в этом деле, откровенно, на всю страну он сказал. Я говорю, в Ленгасово стоят вагоны свободные, первая грузовая компания, а заявка у нас на вторую грузовую компанию. Договор подписан. В свое время это дело решалось моментально. Не было столь высокой информационной системы обеспеченности ни в одном предприятии России, что было в российских железнодорогах. Перерисоваться вагона могла решаться моментально по заявке грузаотправителя. Китай, видимо, идет по этому пути. Значит, нам надо думать, как в этой системе решать. Поэтому все, что мы обсуждаем сегодня, мы, конечно же, выходим на Российскую палату. Мы попытаемся вернуть эту тему снова, так сказать, на исходную площадку. Но что сделано тогда? Ведь по поручению Путина, в то время премьер-министра, было дано прямое указание. И при всех дорогах, включая Горьковскую дорогу, созданы соответствующие комиссии. И мы ежедневно участвуем практически каждый месяц на уровне Ресуна. Руководители Горьковской вертолета железной дороги проводят совещания в виде конференции. И мы имеем возможность позицию наших грузаотправителей доводить до этого руководства. Но ведь это мало. Надо уже снова выйти на уровень, скажем, Государственной Думы, с тем, чтобы железная дорога доложила о том, что происходит. Мы сегодня говорим о лесе, но сегодня, к сожалению, не участвуют у нас в Советении Палаты гендиректора Вятского торгового дома. Огрусская продукция питания севера. Она подойдет во второй плане встречи. Мы имеем в виду Светлану Куклину. Огрусская продукция питания. Послушайте, это же сегодня реналь сбыта для Кировской области, для всех производителей. Объемы резко упали. И там она расскажет столько фантастических случаев. А Николай Михайлович, признать проблему, это одно, да? Вот то, что произошло. А найти решение, это совсем другое. Все-таки наиболее, как это, оптимальный вариант, это откатиться назад и убрать искусственную конкуренцию, которая только мешает, да? Получается, вагоны разделены. Понимаете, конкуренции сегодня на ветке железная дорога. Путин один. Как можно на одной ветке? Какая конкуренция? Путин один или Путь один? Нет, Путь, Путь. Мне тоже послушалось Путин. Путь один, Путь. Путин тоже, кстати, один тут у нас все в порядке. Вот. Поэтому здесь нужно, конечно, все равно диспетчеризация не должна быть. То есть должна быть структура. Структура. Вчера говорили тоже с Исуповым, в энергетике она осталась, несмотря на конкуренцию, остался единый оператор, который говорит, кому сколько произвести электрической энергии под определенные потребности в зависимости от времени суток, времени года и так далее. То есть у железной дороги такого единого оператора государственного регулирующего поставки вагонов нет? Ну нет, и ответственность еще, что очень важно. Вот сказала Александра Савельевна, все методические, методологические указания, инструкции, да устав-то собственно ЖД прописан, когда все это было государственное. И когда ответственность, вот опять Кухня расскажет, я просто говорю, сегодня железная дорога больше переживает якобы сохранность продуктов питания нагружаемых, чем частная компания грузоотправитель. Понимаете? Задача на наш взгляд, ты примей эти коробки, поставь вагоне, она расскажет, а что делается, огромные штрафы идут. Но при этом штрафы возложены на грузоотправителя. У нас подошло время рекламы, нам нужно сделать эту небольшую паузу, полторы минуты, и мы продолжим нашу беседу. В общем, какой я, по крайней мере, для себя такой под итог, вывод промежуточный делаю, в основном, да, на основании сказанного Ольги Николаевны, система закостенелая, система неповоротливая, да, я говорю о железнодорожниках, и, ну, как мы, да, часто привыкли говорить, надо делать так, чтобы ни владельцы, ни бизнес, ни грузоотправители бегали за железнодорожниками, а наоборот, ну, не то чтобы бегали железнодорожники, но максимально лояльно относились, да, и максимально пытались учесть интересы и все пожелания. Даже, насколько я понял, проблема не в нехватке вагонов физически, да, а в том, что они не, ну, как бы, не совсем грамотно, правильно используются. Где-то густо, а где-то пусто, да, как у нас тут сказали. Ну, вот, очень интересно прочитал статью в Википедии, там разобрано все по полочкам разложено. Хороший материал, да. Процент сдвоенных операций, это когда разгруженный вагон в этом же месте загружается не дольше трех суток, в России всего 30-50 процентов, и типичными и распространенными являются случаи так называемой враждебности вагонопотоков, когда партия порожных вагонов одного оператора уходит из региона, в это же время встречная партия аналогичных порожных вагонов другого оператора прибывает в этот же регион. То есть получается, что вот этот порожняк, он ездит из региона в регион у разных операторов, а платить за это должен грузоотправитель. Как решить эту проблему? Может быть, вот сейчас мне бы хотелось Александру Савельевну услышать, все равно есть позиция, и мнение, каким образом это не в ручном режиме, а в режиме системном, можно было бы исправить? По моему мнению, это происходит, знаете, по какой причине? Потому что у нас вот этот порожняк принадлежит разным операторским компаниям. То есть грузополучие... Которые между собой не... ...не согласовывают своих действий никаких. ...не коммуницируют. Да, и поэтому грузоотправитель заключил с одной операторской компанией, конечно, ему посылают эти вагоны по этому договору, а вот, как вы сказали, уходят из региона, это будет совсем по другому договору идти порожняк. Ну, правда, хорошо чем, что подача порожних вагонов пока осуществляется за счет операторских компаний. То есть они не берут с грузополучателя денег. Они не закладывают это в тариф свой? Не знаю, как они закладывают это или нет, потому что они нам не дают раскладку своих тарифов. Но я так полагаю, что они, наверное, все равно... Вот увеличение эти частые стоимости их услуг, они все-таки, наверное, включают. Ольга Николаевна, так покачали головой. Не согласна с чем-то? Я не согласна. Можете высказать, пожалуйста. Давайте так вот возьмем, опять, лесной груз. Вот я упомянула о том, что не рассматриваются именно какие-то технологии погрузки. Вот на сегодняшний день тариф подняли РЖД на грузоперевозку. Соответственно, мы, лесники, пытаемся в этот вагон загрузить столько, чтобы он прям по самой... Вот не хочу. Вот-вот и по швам треснет. Да, да. Это к чему приводит? Это угроза безопасности движения у вагонов. Это достаточно большая напряженная работа приема с датчика. Кстати, на РЖД есть такое понятие, как перегруз? Есть, конечно. Есть тоже, да? Это опасные, причем очень большие. Вы зря это сейчас сказали, потому что мы это чаеват проверками перегрузов. Вот именно вот эта вот опасная погрузка, когда уже выше бортов, когда мы грузим с шапками, когда приемы с датчики должны весь этот вагон проверить полностью. То есть это опасность за персонал, не принадлежащий нам. Это груз может развалиться в пути. Его нужно отцепить, его нужно переправить. То есть это какие-то лишние манипуляции. Почему мне бы сегодня, например, как грузоотправителю взять и не обрубить этот тариф? Ну, не говорю, что на 50%. Взять мне, сделать низкую ставку и запретить мне погрузку сверх борта. До бортов. Если у меня на один куб упадет та же цена расхода, так зачем я буду забивать этот вагон? Причем один вагон, такой погрузки непосредственно, я буду грузить целый день. Если мне разрешают до борта, я за один день могу погрузить пять вагонов. Стоп, стоп, но оператор-то, наверное, платит за полувагон, а не за массу-то наш от проемного груза. Здесь нет, подождите. Железные дороги имеют? Да, это понятно. Но тариф-то оператору за вагон плачу я, грузоотправитель. Оператору, у него свой интерес, чтобы вагон сделал больше оборотов, он не должен стоять. Вот он встал утром на погрузку, он в этот же день в идеале должен уйти, а я его держу. Я могу держать его, благодаря РЖД, до недели, потому что пока они не проверят погрузку полностью, вот именно вот эту опасную погрузку. Если я гружу до борта, угроза безопасности движения, она уменьшается. Время проверки сокращается? Соответственно, бюрократия, все это сокращается. И вместо, допустим, 65 тонн в день, я уже могу погрузить 200 тонн в день, понимаете, грузооборот. И вагоны, то есть они утром встали, вечером вышли. Это грузооборот, понимаете. И уже оператору, ему интереснее будет работать с лесником, например, который работает на комбинаты. Вы посмотрите на открытый подвижной состав, на платформы, их днем с огнем не сыщешь, потому что проста именно вот эта вот погрузка, они ставятся на кольцо, и вагон ходит, понимаете, он нигде не простаивает. В смысле, их не увидишь в тупиках? Их не увидишь в тупиках. Вот, простаивают у нас полувагоны. Так давайте упростим эту погрузку при условии, что у меня тариф. Я считаю, что вот именно нужно заставить вагоны двигаться, не стоять в тупиках, их надо заставить двигаться. Просветите нас по поводу тарифа. Часто мы уже говорили в этом часе, что он повышается, да еще складывается. Железнодорожный тариф сегодня, ну, если рассматривать до Китая, он у меня сегодня на полувагон в районе 180 тысяч, понимаете. Если я гружу платформу, этот тариф где-то в районе 110 тысяч. Даже если у меня опустится именно до этой ставки тариф, я с удовольствием, я не буду загружать этот вагон по самой не хочу, потому что зачем? Для моих клиентов тоже важен показатель, как объем. Объем отгруженной продукции. И, по моему мнению, работа должна пойти веселей. Ольга Николаевна, а что за товар идет в Китае? То есть, я так понимаю, что тут может быть только высоко маржинальный товар какой-то, который в любом случае покроет эти затраты, эти 170 тысяч с вагона. И есть ли товар, который пользуется спросом и готовый поставлять, но он просто будет, ну, это наработаться и не заработать? Ну, на сегодняшний день для нас, конечно, в первую очередь клиентов интересует сырье, но сырье интересует высокосортное. Я слышал, что березовый фанкреш, он идет там в лед. Да, но именно, да, ввиду того, что, опять-таки, транспортные расходы съедают львиную долю затрат, соответственно, у них требования к высшему сорту. Ну и пиломатериал, соответственно, пиломатериал. Вот, ввиду того, что у нас, да, большое плечо доставки, соответственно, требования к качеству высокие. Вот, если бы мы располагались где-нибудь в Хабаровске, соответственно, у нас были... А по территории Китая, вот вы сказали, что до границы с Китаем стоимость, а там уже берет на себя грузополучатель? Да, 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 там уже китайская сторона берет на себя. И там таких проблем нет? То есть там, если дошло до границы, то там уже как часы в нужные сроки, разгрузка быстрая, перецепились и... Да, потому что там тоже существуют штрафы, там все, тоже система отложена, то есть ничем не отличается. Но там, понимаете, вот у нас до смешного доходит, у нас погрузку в вагоне фактически ходят с линейкой, проверяют. Когда мы четко видим, что мы профессионально можем оценить, что угрозы безопасности движений нет, груз погружен грамотно. То есть мы прекрасно понимаем, что груз... То есть придираются к вам ходят или что? Естественно, естественно. Выискивают какие-то специально, возможно, недочеты, надуманные, может быть? Да, 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 к сожалению, такой факт есть. В нежелании, опять-таки, оформить вагон в путь. Почему? Потому что не хотим простоев на путях общего пользования. И лучше пусть он постоит на путях грузоотправителя. Делаем сейчас небольшую, вернее, большую, расширенную уже паузу с выпуском новостей. Да, это программа «Разворот на бизнес». Мы вернемся к вам после 12.05 и продолжим обсуждать тему дефицита лжезнодорожных вагонов для бизнеса. Когда же вагончик в конце концов тронется? Не прощаемся. И у нас ожидается новая гостья. Так что до встречи.